Приветствую вас, следуя своей философии, я, конечно, могу помочь вам написать письмо парню, вот, то есть сцену я предлагаю обговорить лично, нужно собрать информацию, обговорить, какого размера будет письмо, что вы хотите видеть в своем письме и так далее, вот, но, вообще, конечно, было бы лучше, если бы вы сами написали письмо, потом я бы с вами поговорил и я бы потом просто подкорректировал ваше письмо, то есть сделал его, ну, скажем так, несколько более обтекаемым, да, более таким целенаправленным, более независимым, в общем, чтобы парень такой посмотрел и вау, вот это мне написали, вот, это вот я могу вам в этом помочь, но письмо все же написать нужно вам, вот, если честно, не очень понятно, как именно вам помочь написать письмо, то есть, что вы хотите от психолога, оставлять письмо, литературные тексты, вот эта вся, вот эта вся история, связанная с сочинением, да, это вообще-то не про психологию, это вообще-то про литературу больше, с другой стороны, если вы сформируете более четкий запрос, какую роль психолога вы видите в своей ситуации, ну, в принципе, будет гораздо лучше, вот, пока, если честно, я, ну, не вижу, того, как мог бы вам помочь, ну, с учетом только лишь, наверное, тех аспектов, которые я назвал, вот, по существу вашего текста, да, давайте сейчас разберем, значит, есть парень, с которым я дружу давно, пару раз был секс, ну, вот здесь уже сразу начинаются, знаете, такие неточности, на самом деле, да, то есть, что значит, что значит, я дружу с парнем, с которым у меня был секс, то есть, вы либо дружите с ним, и у вас не секс, либо вы с ним спите, но тогда ни о какой дружбе вообще речь не идет, то есть, вы меня извините, конечно, но я вот лично, вообще не понял эту историю, да, то есть, что у вас странно получается, с друзьями, знаете ли, не спят, вот, то есть, мне думается, вот, что нам надо как-то вот это вот определить, да, то есть, именно проанализировать, собственно, все ваши отношения вообще, да, и может быть постараться увидеть, так, собственно, кто же вы друг другу, да, вот, это мне кажется, более справедливо, что ли, будет, если мы говорим о вашей ситуации конкретной. Дальше вы пишите, я его люблю, он об этом знает, ну, и тем более, о какой тогда вообще дружбе идет речь, если вы его любите. Вы пишите дальше, я сильно мучаюсь по поводу того, что он не рядом. Ну вот, собственно, давайте подумаем, давайте подумаем. Значит, мучаетесь вы в контексте чего, чего вы мучаетесь именно? То есть, что вызывает вот это вот чувство мучения у вас? Ведь, наверное, ну, наверное, чего-то не хватает, я так думаю. Правильно? Вот. Мне кажется, что, когда человек мучается, это не про любовь, потому что все-таки, ну, любовь, она, на мой взгляд, доставляет человеку радость, удовольствие и так далее. Вы согласны со мной? То есть, иными словами, если вы мучаетесь, вы его не любите. Ну или, по крайней мере, помимо любви, есть еще у вас какие-то чувства, какие-то, ну, какие-то желания, потребности. Которые вы мешаете с любовью. Вот. Что, безусловно, конечно же, не является чем-то правильным. Да? Потому что, то, чего хотите вы, то, что нужно вам мешать с любовью, ну, наверное, не стоит. Хорошо. Дальше идем. Значит. И, собственно, у нас нет отношений. Я сильно мучаюсь по поводу этого. Так вот, собственно, с чем связано мучение. А на прошлой неделе хотел с ним расстаться, то я предложил вообще прекратить общаться. Ну, здесь, опять же, есть такая тонкость. Вы пишите, хотела с ним именно расстаться. Но как вы можете хотеть расстаться с тем, кто, в общем-то, никогда в отношениях с вами не был? Ну, да? Это первое. Второе. Ага. Если вы активно хотите с ним расстаться, то как-то, на мой взгляд, это, ну, не связано с любовью. Потому что мне представляется так, что любовь это все-таки что-то, что, ну, доставляет удовольствие. Вот. А не, знаете, заставляет чувствовать как негатив. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вы, опять же, думаете о себе, о своих каких-то желаниях, о своих каких-то потребностях, о том, чего хотите вы. Дальше, значит, мне очень тяжело, когда он рядом, я не могу его обнять, не поцеловать. Ну, вот смотрите, вы пишите, что вы не можете его обнять, поцеловать, и вам от этого тяжело. Соответственно, если вы испытываете негатив от того, что не можете поцеловать и обнять человека, то, ну, логично, что вам это нужно. Вы в этом нуждаетесь. Не он, а вы. Он не нуждается в вашей любви, скорее всего, верно? Получается. Вот. Значит, это нужно учитывать. Вы хотите его обнять? Вам это нужно. И вопрос у меня заключается только лишь в том, для чего, то есть, зачем это нужно вам? Вот. Конкретно, да? Вы, для чего хотите его обнять? Чтобы что сделать? Опять же, вот, подумайте на эту тему, она очень важна. Дальше. Он сказал, что у нас будут отношения, а просто не может со мной спать, так как слишком ценит и уважает. Ну, я полагаю, что в том, что он вас ценит и уважает, есть доля истины. Конечно. Ну, не ценил бы и не уважал, так, наверное, бы и стал. Это логично. Но, с другой стороны, очевидно, что с вами он близости не хочет, либо не готов к ней, либо боится. То есть, по факту, он действительно не может ответить вам заебностью и, вероятнее всего, не хочет это делать. По факту, да осталось на словах, то есть, он сказал то, что я хотел услышать. А я не очень понял, что именно осталось на словах и что именно он сказал такое, что вы хотели слышать. Он сказал, что у вас будут отношения, просто он не может с вами спать, так как ценит и уважает. Какие отношения? Не сказал. Судя по всему, дружеские, потому что не дружеский секс предполагается. Далее вы пишите, что Медзинамия осталась по-прежнему, я в тот же вечер вижу, как он целуется с какой-то женщиной. Он имеет на это полное право. То, что вы называете ее приуничижительно, говорит о том, что вы сравниваете себя с ней, с этой женщиной. И, соответственно, сравнительный анализ себя и других, говорит о вашей неуверенности в себе. Поскольку у нас большее сообщение идет именно при переписке, хочу расставить эти точки над «и». Удивительно, но отдельную вообще тему для разговора представляет то, что у вас все отношения по переписке. Понимаете? То есть, вы по сути, да, как бы если видите, то довольно мало. Вы собираетесь расставлять какие-то точки над «и». Скорее всего, вы просто пытаетесь разрешить свой внутренний конфликт, который проявляется в неудовлетворенной любви, да? В безответной любви. Через молодого человека. Является ли это справедливым? Я полагаю, что нет. Кроме того, мужчина вам сказал о том, что у вас отношения будут только без секса. Опять же, непонятно, какие отношения, но я полагаю, что контекст ясен. Другое дело, что вас не устраивает, но это уже детали. Ага. То есть, никакие точки над «и» вы не расставите, потому что вам все равно будет хотеться видеть только то, что вы видите. Вот. Далее. Вы пишите «не знаю, какие слова подобрать, чтобы на него дошло, как я мучился и больше так не могу». Знаете, никаких слов вы не подберете. Это невозможно. То есть, если бы мужчина, если бы мужчину интересовало бы то, что вы чувствуете, например, да, то он бы, в общем-то, сам бы все понял. Вот. А так, я полагаю, что его просто это не интересует. Ему это просто не интересно и, соответственно, никаких слов вы подобрать не сможете в принципе. Вот. И опять же, зачем вам до него доносить, что вы больше не можете, да, когда вы совершенно очевидно, совершенно очевидно увидели, что вы ему, ну, не интересны, как бы, да. Он, понимаете, он другую девушку предпочитает. Вот. То есть, по-моему, здесь все ясно и вам, соответственно, остается либо принять то, что имеет место быть, либо посмотреть, значит, почему вы принять это не готовы, да. Вот. То есть, я думаю, что здесь нужно, опять же, больше ориентироваться на себя, а не на него. Оно, это вот то, что, то, что вы не можете, потому что у вас есть элементы любовной зависимости. Это продолжается больше года пищевые. Если раньше у меня была любовь и мне было хорошо просто общение с ним, то теперь это очарование, боль, ревность, раздражение. И вам нужно взять ответственность на себя за эти чувства. То есть, подумайте, откуда они, по какой причине они, что они значат для вас, откуда они имеют место быть, понимаете. Это ваша ответственность, потому что это ваша чувства. А вы считаете, что мужчина несет ответственность за них и пытаетесь что-то решать с ним. Вот. С моей стороны все постоянные упреки срываются на него, он все терпит, говорит, привык, и терпеливый, и все нормально. Ну, постоянные упреки, это, опять же, требования от него того, чего хотите вы сами. Я его люблю, он не нуден, все негативные мозги возникают у меня в тот момент, когда я его с другой увидел. Постоянной девочки у него нет, только так на вечер. Вот с другой увидел, на стену лезу, но потом через пару часов отпускал. Ну, и вы считаете это нормальным, вот свою такую реакцию, да, даже если вы будете вместе, даже если он согласится быть с вами в отношениях, мы же его живем, следите своей ревностью, неуверенностью и так далее, и так далее. Вот. Подумайте, значит, что парни обрекаются. Так что, я бы вам предложил сперва самооценкой заняться уверенностью, повысить, значит, как-то вот больше, больше ценности в себе, может быть, замечать. И уже потом, после этого уже, может быть, выстраивать отношения. Кстати, не исключено, что после такой работы мужчина сам обратит на вас внимание, и уже будет с вами общаться совсем по-другому. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.